Сегодня прямо с самого утра уральская тема прогремела на всю страну, да, пожалуй, что и не на одну, благодаря чему мы теперь знаем, какие воздушные асы трудятся в авиакомпании уральской авиалинии, о мастерстве которых все говорят нынче исключительно в восторженных тонах, и даже авторитетнейшие специалисты не стесняются превосходных степеней. Знаем, какой самолет теперь грамотно называть кукурузником, а также о полезных свойствах кукурузы в целом и ее полей в частности. В начале седьмого утра местного московского времени в результате аварийной посадки сразу после взлета рейса Ю-6178 Москва-Симферополь уцелели все 226 пассажиров и 7 человек экипажа. В начале седьмого утра местного московского времени А320-211 уральских авиалиний оторвался от взлетно-посадочной полосы подмосковного аэропорта Жуковский и, по предварительной версии, столкнувшись со стаей чаек, лишился обоих двигателей, после чего, спустя считанные минуты в 6.14, не упал, а хоть и жестко, но управляемо сел на брюхо, на смягченное с белой кукурузой поле. По факту после взлета попала птица в двигатели, и левый двигатель сразу заглох, потом и во второй двигатель тоже попал, и обороты работали нестабильно, а потом второй двигатель тоже заглох, тяги не хватало, и высота плавно падала. Вот, и приземлились, собственно, в поле. На ручном командир взял управление, да. Интересно, что командир воздушного судна, уроженец Екатеринбурга, 41-летний Дамир Юсупов, взявший на себя управление в критической ситуации, продолжатель авиадинастии, отец его пилот вертолета Ми-8, в свое время летному делу начинал учиться на том самом биплане Ан-2, который прозвали в народе кукурузником. Сельхозавиация его широчайшим образом использовали для распыления химикатов над обширными площадями царицы полей, фаворитки Хрущева. Кстати, будучи настоящим командиром воздушного судна, Дамир Юсупов и на земле продолжал командовать. Идем правее на сад, вдоль рядов кукурузы. Всяческих похвал заслуживает и бригада бортпроводников, четко организовавших эвакуацию по надувным трапам, не допустивших паники и давки и пробок из-за того, что кто-то спасал бы в первую очередь свои чемоданчики. На земле все тоже сработали довольно четко. Служба МЧС, полиция организованная. Значит, мы организовали вывоз пассажиров силами нашего ПТП, Жуковского ПТП. Сейчас ведутся непосредственные работы уже по тому, чтобы предотвратить возникновение пожара в результате розлива топлива. Считаю, что те действия, которые были сделаны в первые секунды или в первые минуты сделали очень грамотно, выполнены грамотно и предотвратили появление жертв в данной ситуации. Что касается упомянутого разлива топлива, то расклад тут таков. Всего заправлено было в самолет 16 тонн. Израсходовать он успел не более 500 килограммов, а разлилось не более одной тонны. Причем возгорания не было. Хотя пожарные и запенили самолет и окрестности щедро, сделано это было в профилактических целях. Количество пострадавших весь день предсказуемо менялось, варьируясь от 4 до 26. Среди них все шестеро детей. В основном у людей ушибы и ссадины, но сообщалось также о двух сотрясениях мозга у детей и об одном 32-летнем мужчине в тяжелом состоянии. Все пострадавшие получат полагающиеся выплаты от альфа-страхования. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев в своем инстаграме выразил благодарность всему экипажу. Цитата. Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси. Экипаж Уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна Екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои. Конец цитаты. Герой России заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев сказал так. Пилоты большие молодцы и профессионалы, что смогли совершить посадку в таких условиях. Видимо кукурузное поле было хорошим. Кукуруза помогла приземлению. Это редчайший случай, и летчиков, возможно, даже наградят за прекрасное выполнение своих обязанностей. Однако здесь, конечно же, не обошлось и без доли везения. Конец цитаты. Сейчас компетентные органы ведут каждую свою проверку по факту произошедшего, а Следственный комитет даже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Впрочем, это, как и тот факт, что весь экипаж до окончания работы комиссии от полетов отстранен, само по себе ни о чем не говорит. Это совершенно стандартная практика в таких случаях. Ну а случаи у этого конкретного самолета уже бывали разные. Аэробус А320 модификации 211 с бортовым номером VQBOZ можно сказать, родился в день первого полета 16 декабря 2003 года и потом первые 8 лет метался по чужбинам в разных авиакомпаниях, а с 9 ноября 2011 он на правах лизинга в уральских авиалиниях. Собственник его — германская фирма Air Cargo Journey. 25 января 2013, возвращаясь из Шарм-эль-Шейха в Казань, этот аэробус не сумел сесть с первого раза, а при заходе на второй круг зацепил антенну курсового маяка на летном поле. Со второго захода сел успешно, никто не пострадал, а сам самолет пострадал фюзеляжем, гондолой правого двигателя, правым же закрылком и щитком стойки шасси, после чего отправился в ремонт. Ну а сегодняшняя его посадка была, похоже, никакой уже не крайней, а тупо последней. Восстанавливать после таких повреждений совершенно нереально. Теперь у уральских авиалиний остается в эксплуатации 15 таких же А321-х.